Лето заканчивается, а работы на участке не намного меньше, и это хорошо. Вот сегодня закончил делать дымогенератор для холодного копчения. Копчение сала, мяса, рыбы. Вот его общий вид. И сейчас вкратце расскажу, как я его сделал. Тело генератора у меня составляет труба. У меня это 130 мм. Длиной 500 мм. Труба металлическая, естественно. Здесь на расстоянии примерно 25 см от нижнего среза трубы. Я вкрутил, просверлил отверстия. Раз, два, три отверстия. Просверлил отверстия и вкрутил болты, шестерку. Они длинные. Внутри эти три болта торчат. Внутри трубы. Эти кусочки болтов, которые внутри, они вроде являются основанием для сетки или для решетки. Которая уложена у меня на эти болты внутри. Вот посмотрите. Вот, если видите, внутри решетка. На эту решетку или на сеточку, что у вас будет, насыпаются опилки, стружки, щепа. Древесная. То есть труба 25 см снизу установлена решетка, на которой будут насыпаться опилки. А вот это вот нижнее расстояние, это расстояние для пепла, сгоревшего пепла от ваших опилок. Для того, чтобы опилки нормально горели, и для поджига я просверлил над решеткой, просверлил отверстие. Через это отверстие будут зажигаться, поджигаться опилки. Также внизу небольшое отверстие для создания тяги. Чтобы опилки в этой верхней части нашей быстро не сгорали, чтобы не было слишком большого доступа воздуха через нижнюю открытую часть трубы, я сделал вот такую вот из обычного тонкого металла, жесть, сделал вот такую вот крышку. То есть количество воздуха ограничивается, поступает только через эти отверстия. И сюда будут высыпаться сгоревшие опилки, пепел, не будут рассыпаться по земле. Ну, естественно, это по второму нижнему отверстию я тоже вот просверлил, чтобы установить ножки. Вы можете располагать и устанавливать дымогенератор как вам угодно. Эти размеры, диаметр трубы, высота, все это чисто индивидуально подбирается лично каждым из вас. Ну, это то, что о теле. Я рассказал о теле дымогенератора. Теперь основной, скажем так, узел дымогенератора. Вот он. Это у меня крышка металлическая. Она одевается на верх трубы. Вот так. Кстати, можно не крышку использовать, а обычный лист металла. Только срез должен быть ровненький, чтобы лист металла хорошо укладывался на верх трубы. Кстати, это один из вариантов. Сейчас я расскажу, как устроен этот узел. Можно сделать то же самое вот здесь, используя сварку. Верх трубы закрывается даже деревянным брусочком или металлическим листом. А вот эти вот части ввариваются в трубу. Ну, я расскажу, как сделал ее. Вот эта крышка. В крышке просверлено отверстие. Вот оно. Под тройник пол-дюймовый. Под пол-дюймовый тройник. Вот он. Я пока выкручу все части, раскручу. Вот он, пол-дюймовый тройник. Вставляется сюда и закрепляется гайкой. Затем, с одной стороны, в тройник вкручиваю вот такой вот сгон. Также пол-дюймовый. А с другой стороны вкручиваю штуцер. Пол-дюйма. Выход штуцера 10 мм. И внутрь в этот штуцер я вставил трубочку с диаметром, внутренним геаметром 6-5-6 мм. Это сами можете использовать 4-5-6 мм. Вставил эту трубку, которая при вкручивании штуцера в тройник будет примерно на сантиметр входить в этот сгон. Вот, посмотрите, вот на таком расстоянии. Видите? Для чего эта трубка? В эту трубку, в этот штуцер подсоединяется источник воздуха, то есть компрессор. Я буду использовать вот такой компрессор для аквариума. Производительность его 60 литров. Это еще советский компрессор с калярий. Вот. Одеваю трубку на штуцер. Компрессор будет подавать воздух через эту трубку. За счет движения воздуха здесь будет создаваться разряжение. И дым из дымогенератора будет подтягиваться и поступать вот этот вот сгон. Который, соответственно, вставляется в ящик или что у вас будет, или бочка для копчения. Вот принцип действия дымогенератора. И вот, этот узел у меня собран уже. Я его вставляю и закрепляю гайкой. Все. Вот этот узел у меня мобильный. И сделан отдельно от самого дымогенератора. Теперь подключаю, подсоединяю компрессор, включаю его в сеть, засыпаю опилки, поджигаю и начинаю работать. Это мероприятие мы и проведем с вами сейчас. То есть засыпем опилки, подключим компрессор и посмотрим, как он работает. Итак, начинаем испытание. Значит, шланг от компрессора подключен к штуцеру, вот сюда. Компрессор я установил на резинку, толстая резина, для того, чтобы меньше он вибрировал, меньше тарахтел. Все-таки компрессор советский тарахтит довольно значительно. Вот. И теперь я снимаю крышку и засыпаю в газогенератор, в дымогенератор засыпаю опилки. Опилки у меня ольховые. И даже это не опилки, это ольховая щепа. Ой, как пахнет! Хорошо можно использовать щепу или опилки ольховые, буковые, а также любых фруктовых деревьев. Нельзя использовать для копчения опилки хвойных пород. Кроме можжевельника. Можжевеловые веточки можно добавлять для придания цвета и запаха ваших копченостей. Здесь, чтобы узнать, сколько будет гореть, как долго будет гореть и работать мой генератор, дымогенератор, я сегодня засыпаю 2-2 литровых банки вот таких щепы. Здесь одна банка и здесь вторая. И засеку время, сколько он будет гореть. В дальнейшем буду знать, сколько насыпать, чтобы выдержать определенное время копчения. Так как коптить можно и 6, и 10, и 12, и 20 часов. Поэтому высыпаем пока 2 литровых банки. Кстати, такую щепу я заказал через интернет. Насыпаем. Первая литровая баночка. И вот вторая. У меня используется щепа. Видите, она неплотно прилегает друг к другу. Если же вы будете использовать опилки, то они могут уплотняться. Вы насыпите их сюда, они уплотняться. И воздуху, то есть дыму, будет очень трудно проходить, подниматься вверх. Для этого что делают? Для этого опускают сюда в трубу обычную пружину от двери. Пружину от двери. Ставят ее посредине и засыпают опилки. И тогда дым через внутренность пружины будет подниматься кверху. Ну, типа, как по дымоходу. Итак, все, засыпал я 2 литровые банки. Одеваю крышку. Включаю компрессор. Вот, слышите, компрессор загудел. Погнал сюда воздух. И зажигаю свою щепу. Щепу в дымогенераторе. Вот, огонек тянет туда. Видно, тяга есть. Сразу, мгновенно, естественно, дым не пойдет. Вот, мы дадим время щепе разгореться. И посмотрим, засечем время. Все, щепа горит. Да. Ждем определенное некоторое время. Вот, начинает выходить дым. Сейчас разгорится сильнее. И можем приступать к копчению. Наш дымогенератор функционирует. Ветер немножко раздувает. А так, конечно, хороший дым. Температура дыма где-то около 30 градусов. Ну, сейчас восстановится дымление. Вот, немножко, видите, немножко подходит, выходит из-под крышки дым. Надо его немного тоже там будет уплотнить. Но все прекрасно работает. После небольших исправлений можно переходить к копчению. Ветер раздувает дым. Но когда он будет поступать в наш, скажем, ящик или бочка, что я придумаю, пока не знаю, он будет там собираться и производить свою работу. Всем удачи и хороших, вкусных копченостей. Субтитры сделал DimaTorzok